Камера мобильного телефона Давайте внимательно посмотрим, как организовано меню Итак, камера у нас здесь находится Есть вспышка, есть раз микрофон, есть два микрофона для записи стереозвука Мы запустили камеру Давайте возьмем подопытного, например, часы И будем их, так скажем, фотографировать Но вначале немного о меню Режим захвата изображения обычный Распознавание условий и распознавание улыбки В данном случае я переключил на обычный Для того, чтобы можно было настроить остальные параметры Если мы поставим на распознавание условий Большая часть режимов не будет выводиться на экран Поэтому мы нажимаем назад и нажимаем меню Итак, что есть? Таймер, режим фокусировки Это один фокус Давайте чуть ближе сделаю, чтобы было видно Это единый фокус То есть он один раз фокусируется в одной точке Мультиавтофокус То есть у нас фокус определяется по всему кадру Макросъемка Здесь понятно, о чем идет речь Распознавание лиц Бесконечность и сенсорная фокусировка Вот я советую вам поставить сенсорную фокусировку То есть вы указываете пальцем на точку Где необходимо получить резкость Уходим назад Дальше экспозиция, баланс белого измерения Советую поставить средний уровень Либо по центру Далее Стабилизатор изображения Он действительно работает Давайте я вам покажу это Сейчас мы немножко отдалим Итак Мы стабилизатор изображения выключаем Вот посмотрите, как изображение дрожит Если буду рукой дергать А теперь мы включаем стабилизатор И становится Вот смотрите Практически ничего не происходит То есть реально изображение стабилизируется Так, с правой стороны у нас всегда будут отображаться превьюшки Их можно вытягивать и просматривать все эти фотографии Вверху, как всегда, видно, что работает стабилизатор И тач-фокус Всего 8 мегапикселей для фотографии 720p 30 кадров в секунду для съемки видеороликов То есть вот вы можете видеть Переключается HD 720p Можно переключить на фронтальную камеру Как фото, так и видео Один фокус Распознавание лиц Либо бесконечность Фокусировку он, в общем-то, выполняет автоматически Причем не резко, а достаточно плавно Это приятно Какие здесь есть настройки? Здесь есть стабилизатор разображения Тоже очень хорошая вещь Опять измерение Баланс белого Экспозиция Выключить звук затфора Либо включить И включить-выключить микрофон Соответственно, так как здесь есть LED-подсветка Можно снимать с подсветкой Ну давайте попробуем Снять фото Достаточно все быстро происходит Вот смотрите Мы, например, держим Руками телефон И нажимаем Все Сделали кадр То же самое с видео Немножко непривычно было первый раз Потому что Активация Затвора Срабатывает тогда Когда мы нажимаем На экранчик А не Как обычно это делается Например, отдельной кнопкой Либо мы нажимаем Куда фокусироваться А потом на специальную кнопку Хотя бы сенсорную Для активации затвора В видео, в принципе, все то же самое Давайте покажу То есть мы нажимаем на экран И уже пошла запись Фокус наводится постоянно Вот, сфокусировался Сфокусировался А между одним фокусом и вторым То есть между кадрами Разными планами Ну, проходит где-то Секунды 3-4 То есть мы направляем Ну, где-то около 3-4 секунд Прошло для того, чтобы Можно было сфокусироваться Нажимаем на экран И запись у нас прекращается Ну, я думал, что Вам все рассказал Действительно, стоит сказать О качестве Качество Неплохое, хотя Как-то раз на раз То есть Один кадр Неплохой А другой какой-то То ли пересвеченный То ли насыщенность увеличенная То ли еще что-нибудь Вот, поэтому лучше Если и снимать кадры То в ручных настройках Потому что автоматика Работает плохо Это что касается Фото Видеоролики Записываются Как я и сказал 720p 30 кадров Но Само качество Плохое Потому что Низкий битрейт Около 5 Нет, вру Не 5 мегабит А 6 мегабит Идет запись Например Nokia E7 Записывает Видеоролики В таком же разрешении Но там 12 мегабит Вот, поэтому Я думаю, что Для Роликов 720p Необходим Битрейт Более 9 мегабит Все Всем спасибо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok